Активнее всего на неделе обсуждали решение о передаче Украине Надежды Савченко. По заявлению Кремля, это был жест доброй воли, и президент Путин для того, чтобы решение было взвешенным и справедливым, встретился с близкими наших коллег Игоря Корнелюка и Антона Волошина, в убийстве которых суд признал Савченко виновный. В ответ таким же жестом доброй воли президент Порошенко помиловал двух россиян, Ерофеева и Александрова. И международные наблюдатели назвали происшедшее прорывом в отношениях, но вся суть в деталях. Россиян встречали семьи у Трапа, они ехали домой. Возвращение Савченко превратилось в шоу, практически в прямом эфире. Она ехала на поле большой политической игры. И уже у Трапа заявила воевать до смерти. Если надо, в президенты. Если надо, умирать. Если надо, убивать. Мой коллега Георгий Алисашвили наблюдал за кадрами ее возвращения и пытался понять, что дальше. Триумфальное возвращение как-то сразу задалось не очень. Едва явив саму себя украинскому народу, Надежда Савченко сходу дала понять, кто здесь главный и почему. Слегка опешившим от такого тона журналистам было сказано, в Верховной Раде засядут настоящие герои. А украинцам светит долгая и счастливая жизнь. Но, судя по всему, не скоро. Не хватало разве что горящих покрышек. Слишком уж все происходившее напоминало привычную эстетику Майдана. Героиня торжества словно забыла, что два года провела в затяжных голодовках. Хотя выглядела весьма полной сил. Да и про еду не вспоминала, даже в качестве закуски. Выпью литр-два горелки и напьюсь. Новости о Надежде Савченко на Украине давно показывают как сериал. И на этой неделе долгожданная развязка. Пресса жадно ловит каждый жест и каждое слово. А политики, расталкивая друг друга локтями, пытаются погреться в лучах славы и заручиться поддержкой распиаренной героини. В самолете ее сопровождали люди Порошенко. Пресс-секретарь Цыголко и зампред Рады Герасченко. Но прямо у трапа Савченко перехватывает Юлия Тимошенко. Пытается обнять, та отстраняется. И тогда Тимошенко обнимается с сестрой Савченко, Верой. Это тоже сейчас почетно. А перед Надеждой откровенно заискивает. Тимошенко уже отдала Савченко первый номер в партийном списке Батхивщины. А теперь обещает офис, помощников и полную поддержку во всем. Рада станет другой, потому что при тебе депутаты не смогут быть лукавыми. При мне они просто не смогут там быть. Как это понимать, уточнить не получилось. Надежда бросает своего партийного лидера в аэропорту и мчится в администрацию президента. В томительном ожидании там уже заготовили трогательную речь, орден Героя Украины и сделали запись в Фейсбуке. Долгие 709 дней мы переживали, молились, активно действовали, организовывали акции протеста, чтобы наступил сегодняшний день. Сегодня на моей страничке в социальных сетях появилась надпись «Добро пожаловать домой, Надежда». Слава Украине! Героям слава! Но так просто отдавать Савченко конкурентам Тимошенко не хочет. Вечером две самые популярные в стране бывшие заключенные, слово вместе. Подробности прессе, видимо, просили не сообщать. Но ответ без комментариев молодой политик пока не заучила и на вопрос журналиста отреагировала в своей манере. А если я буду говорить со своим человеком близким, ты меня тоже спросишь? Савченко человек неадекватный и практически вообще неуправляемый. То есть ее невозможно вписать в рамки какого-то политического проекта, потому что я понимаю, что желающих использовать ее против своего оппонента будет много. Тимошенко против Порошенко, Порошенко против Тимошенко и все против всех. Но это такой взрывоопасный предмет, который может взорваться у вас в руках раньше, чем вы его используете против оппонента. Это кадры гибели наших коллег, журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Мины накрывают блокпост луганских ополченцев. В толпе были и гражданские, убегающие от войны жители поселка Металист и съемочная группа. Как установило следствие, именно кадровый офицер Савченко указала минометному расчету на эту цель. О том, что в идиозном батальоне Айдар, преступление которого в Донбассе признала даже украинская сторона, она была наводчиком, Савченко сама рассказывала на первых допросах. Убивала ли я? Ну да, я убивала. Я шла и смотрела, где подбиты БТРы. И понятное дело, что если это уже война, то я говорила правее и левее. Да, это работа наводчиков. Позже показания изменятся. А украинская сторона начнет лепить миф о Савченко летчице. В реальности Надежда Савченко поступала на журфак, но учиться не смогла. После служила радисткой в железнодорожных войсках. Дважды пыталась стать пилотом. Неудачно. Отчисляли за непригодность. В итоге Харьковский университет воздушных сил окончила по специальности штурман. На вертолете Ми-24 летала как оператор вооружения. Так называют борт стрелков. В тот день, 17 июня 2014 года, в отличие от тех, кто ввел огонь, Савченко, как корректировщик, прекрасно видела, по кому будет нанесен минометный удар. Потому, когда суть обвинения стала ясна, показания пришлось срочно менять. Впрочем, суд эти маневры не оценил. Савченко получила 22 года. И то, что в итоге осужденная за убийство журналистов избежала наказания, украинские власти сейчас пытаются обставить как небывалый успех. Освобождение Надежды Савченко – это и есть виртуальная победа. То есть им хочется создать вообще такой образ. Вот сейчас вернули Савченко, сейчас завтра вернем Донбасс, послезавтра Крым, там, я не знаю, еще через две недели, там, глобус Украины. Ну, естественно, ничего подобного не будет. Спецборд Ан-148 приземлился во Внукове в тот момент, когда самолет с Надеждой Савченко еще только летел в Киев. Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которые больше года находились в заключении на Украине, дома встречали без лишней шумихи. На летном поле только жены и несколько телекамер. Переживали, надеялись, что они к нам вернутся скоро. Прям очень ждали. Верили, что никто их там не бросит. Морально, конечно, было очень тяжело, потому что, когда они, Женя когда уволился, уехал на Донбасс, я за него очень переживала. Ерофеев и Александров были задержаны украинскими военными в мае прошлого года в Луганской области. Их обвиняли сразу в нескольких тяжких преступлениях, в том числе в терроризме и якобы убийстве украинского солдата. Местные СМИ с подачи прокуратуры называли обвиняемых сотрудниками ГРУ Минобороны России. Однако, как уточнили в российском ведомстве, на момент задержания Александров и Ерофеев действующими военнослужащими не были. Сами они неоднократно утверждали, что приехали в Луганск добровольцами. Влия, что в случае МНР, к чему есть приказательства документальные, вещественные. 16 мая никого не убивал, не стрелял, даже не видел потерпевшего. Никого не нападал. Не было такой цели. Суд проходил в рекордно короткие сроки. Адвокат Александрова Юрий Гробовский на процессе убедительно доказал, что россияне никого не убивали. Калибр оружия, из которого, как утверждал следователь, был застрелен украинец, не соответствовал размеру ран на его теле. После этого был убит сам адвокат Гробовский. А в Киеве обнародовали кадры, на которых юрист говорит, что отказывается защищать своего клиента. Но делает это, очевидно, по принуждению. Я обещаю и обязуюсь прекратить оказывать правовую помощь обвиняемому Александрову Александру Анатольевичу в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосеевском районном суде города Киева. Почему? Потому что я считаю невозможным его дальше защищать по этому делу. Почему невозможно? Вы поняли ошибку? Да, я понял свою ошибку. Россиям приговорили к 14 годам лишения свободы. Не до оглашения приговора, не после своей вины они не признали. Я никого не убивал. Убивают в другом месте. А вы ни разу никого не убивали? Нет. И, конечно, даже после обращения родственников и после того, как стало понятно, что Украина готова вернуть Ерофеева и Александрова, освобождение Савченко было решением непростым. Ведь фактически это означало, что человек, осужденный за циничное убийство, гарантированно избежит наказания. Мы этот вопрос обсуждали с президентом Порошенко достаточно давно. Первая задача, которая в этой связи перед нами стояла, вернуть в Россию двух российских граждан, осужденных украинским судом и находящихся на тот момент времени в местах лишения свободы на Украине. Первое. Второе. Я не мог принять этого решения, не зная мнения по этому вопросу близких родственников наших погибших ребят, погибших журналистов. С родственниками погибших репортеров сначала встретился спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук. Именно он убедил Екатерину Корнелюк и Мариану Волошину обратиться к Владимиру Путину. Уважаемая Марияна Дмитриевна, Екатерина Сергеевна, Я знаю, что более чем два месяца назад, точнее 23 марта, вы встречались с Виктором Владимировичем Медведчуком и тогда по результатам этой встречи обратились ко мне с просьбой о помировании Савченко, которая осуждена российским судом. Я сейчас не буду возвращаться к той трагедии, в результате которой вы потеряли своих близких, хочу вас только поблагодарить за эту позицию и выразить надежду, что подобные решения, продиктованные прежде всего соображениями гуманизма, приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта и помогут избежать подобных ужасных и ненужных никому потерь. Большое вам спасибо. И, конечно, даже после обращения родственников и после того, как стало понятно, что Украина готова вернуть Ерофеева и Александрова, освобождение Савченко, которую суд признал убийцей, было решением непростым. Решение о депортации Савченко это очень тяжелое, очень мучительное решение, но это решение абсолютно правильное, по крайней мере, с политической точки зрения. Савченко на Украине является гораздо меньшей проблемой для России, чем Савченко, пребывающая в российской тюрьме. Ерофеев и Александров также были помилованы. Важная деталь, сами они об этом не просили, процедуру инициировала украинская страна. По словам Виктора Медведчука, подписанные двумя президентами указы о помиловании могут помочь преодолеть кризис в российско-украинских отношениях. Я сегодня на встрече с президентом Российской Федерации высказал благодарность ему за принятие политического решения и подписание указа о помиловании гражданке Савченко и высказал искреннюю благодарность Екатерине Сергеевне Корнелюк и Марьяне Дмитриевне Волошиной, что они нашли в себя мужество, благородство. Это действительно гражданский мужественный шаг. И я выразил им благодарность за то, что это произошло. Еще за решеткой Савченко успела инициировать в Раде закон, согласно которому один день в СИЗО идет за два дня в тюрьме. Так, на свободу раньше срока уже вышли более 40 тысяч уголовников. И судя по первой пресс-конференции, это только начало. Савченко клятвенно заверила, она, конечно, сделает все для выполнения минских соглашений, но сама хочет воевать в Донбассе. Потому что путь к миру и процветанию лежит через войну. Возможно, третью мировую. Я чувствовала, что может быть третья мировая война. И у меня, к сожалению, это плохое предчувствие еще не закончилось. Если будет третья мировая война, то Крым вернется. Не придется ли воевать с голыми пятками? Странное отсутствие обуви. После прилета Савченко объяснила желанием ощутить кожей бетонку взлетной полосы. Но в Раде она снова босая, как дома. Савченко уже заявила, для блага Украины готова на все. Даже стать президентом. Если, конечно, сильно попросят. Если или когда вы станете президентом. Как-то двояко звучит. Давайте поставим вопрос так. Если украинцы захотят, чтобы я стала президентом, хорошо, я буду президентом. Я просто не верю, что у нас люди уже научились голосовать не за гречку. До выборов на Украине еще больше двух лет. Но эксперты считают, местные политики уже сейчас серьезно опасаются растущей популярности Савченко. Когда Порошенко постоянно поднимал вопрос «Верните нам, отдайте Надю Савченко», он не просил ее отдавать. Как говорят в Одессе, это две разные вещи. Он бы просил год, два, пять. Но он не надеялся и не рассчитывал, что Россия примет такой шаг и отдаст Савченко. Она им не нужна. Такого уровня политики нужны или в тюрьме, или в земле. Савченко уже включили в Комитет Верховной Рады по нацбезопасности. И, как считают политологи, с учетом ее праворадикальных взглядов, это безусловное усиление партии войны. Впрочем, в новейшей истории Украины бывали случаи, когда отработанные герои Майдана, сделав свое дело, внезапно уходили в тень или из жизни. Человек, возомнивший себя богом на Украине, это Сашко Билый. Закончил он совсем скверно. Я не исключаю, что такой вариант возможен и с Надеждой Савченко. В любом случае, Киев всегда какое-нибудь трагическое развитие событий может списать на Москву и не привыкать. Во вторник прилетевшая в Украину пуля, это позывной Савченко в Айдаре, собирается на заседание Верховной Рады, а в июне на парламентскую ассамблею в Страсбург. Так что второй сезон сериала о Надежде Савченко предстоит смотреть не только украинским, но и европейским зрителям. Георгия Несашвили, Ирина Близнюк, Андрей Маслихов. Воскресное время. Первый канал.